Влад-Влад Вежество Европы после США падет автоматически Впереди большая и кровавая баня Влад-Влад Ну, не так все печально А Соединенные Штаты и Европа, они, ну, все-таки разные Разные схемы, разные пути развития И, ну, вот этой линейной зависимости нет, конечно Европы от Соединенных Штатов Тем более, что Трамп призвал К здравомыслю европейских политиков И к самостоятельным решениям по безопасности По НАТО И это было услышано Европейцы начали платить деньги за собственную безопасность Ну, как собирать деньги, платить себе Вот, начали думать о снижении налогов Вот сегодняшняя Вот эта деградационная модель Которая будет связана с Демократической партией Если будет связана с Демократической партией Она может оказать негативное воздействие на Европу Но говорить, что это обязательно кончится кровавой баней Я бы не стал Компромиссная Европа Просто фактом своего существования Противостоит этой концепции кровавой баней Я не стал бы, Влад Поддерживать ваш пессимизм Революционные процессы Процессы радикальных изменений Возможны Вот Но Не в ближайшее время И По всей видимости Не в связи с падением Как вы пишете Соединенных Штатов Тем более, что даже в случае Прихода к власти демократов Это не падение Это опасность падения А дальше Как сложится Как пойдет Очень может быть, что Демократическая партия Ее лидеры Кто-то тут А, это Слава Рабинович Рассказывал В каком-то посте Я читал о том, что Мэр Нью-Йорка В 69-м году Когда он приехал Он был демократ Мэр Но он предпринял усилия Сократил Я точно пост не помню Посмотрите Сократил количество чиновников На 7 тысяч Нью-Йорка Какие-то Предпринимал усилия Ну, такие Либертарианские Недемократические Это Слава, правда, говорил В защиту Демократической Партии В защиту Президента Демократа Вот Что-то Не обязательно Должно Кончиться Социализм Может быть Он и прав Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...